В обычном одесском кафе 25-летняя Татьяна встретила женщину, которая предложила ей работу в сфере эскорт-услуг в Москве. Ну как бы, вы сами понимаете, что вот, как бы, у меня было тяжелое реально материальное положение, я нигде не работала, мне надо было очень много долгов раздавать. Некоторое время девушка под руководством старшей подруги оказывала интим услуги мужчинам в Одессе, но очень скоро ставки выросли. Точно она как бы не уточняла, что там делать, она сказала, эскорт-услуги, бешеные деньги, там ВИП-клиенты, там все самое лучшее, хороший дом там будет, охрана. Нашлись и девушки, которые рассказали. Этот дом в Москве принимает их не первый раз. Условия замечательные и уже после трех месяцев работы спокойно можно позволить себе покупку квартиры в центре Одессы. На самом же деле девушку собирались использовать иначе. Вот этот мужчина, у которого я должна была работать, он сказал, что вот, я тебе врал, вот так прямо сказал, я хотел тебя заменить туда, чтобы, как бы, ты приехал туда, а там бы ты работала на трассе. Татьяна признается, предложение ее заинтересовало сразу. Если бы не друзья, в милицию она так бы и не обратилась. Вербовщиков с группой удалось задержать на вокзале. Фигурантами данного дела оказались граждане Украины в возрасте 25-30 лет, которые в течение последних полтора года занимались на территории города Одессы сутеневством. На настоящий момент данные граждане привлечены к уголовной ответственности по статье 149-й части 3-го уголовного кодекса Украины. Всем фигурантам данного дела назначена уголовная ответственность от 3 до 5 лет наказания в виде лишения свободы. Таких дел в управлении по борьбе с торговлей людьми в прошлом году было 11, а в этом 9. Милиционерам приходится отыскивать жертв трудовой или сексуальной эксплуатации, ведь зачастую сами они не считают себя пострадавшими. К сожалению, поймать всех участников таких преступных формирований не удается. Корни уходят во множество городов других стран мира. Как правило, мы задерживаем вербовщиков, потому что основные люди, которые занимаются этим преступным видом деятельности, они находятся за границей. И немножко у нас есть сложность с документированием преступных деятельностей людей, которые находятся там. Поэтому мы документируем преступные деятельности только вербовщиков. Проблема торговли людьми наиболее распространена в районах области. Люди продолжают ездить на сомнительные заработки из-за материальной нужды. Между тем, вину торговцев зачастую доказать невозможно. Люди соглашаются работать неофициально, совершенно добровольно. Дарья Сипаненко, Максим Горбатюк, Эдуард Шендерович. Новая Одесса.